Добрый день, это «Итоги недели» на канале Сивилнет. Я и мой коллега Ашалусь Магдасян, как всегда, обсуждаем самые главные события недели. Приветствую, Ашалусь. Приветствую, Стала. В Армении назрела довольно нестандартная, интересная ситуация. Началось протестное движение под предводительством Армянской апостольской церкви. Как мы помним, всё началось с Тавужской области, где в данный момент ещё проходит делимитация между Арменией и Азербайджаном. И вот протестное движение Тавуж во имя Родины, которое возглавляет предстоятель Тавужской епархии архиепископ Баграт Каластанян, движется к Еревану, где завтра, 9 мая, в символический день, намечается большой митинг. Почему ситуация нестандартная? Потому что, с одной стороны, это власть, политическая партия, с другой стороны, церковь. Дискуссии разворачиваются довольно жаркие на тему того, насколько церковь может участвовать в политике, насколько она имеет право вмешиваться в дела государства, на что из церкви отвечают, что, в принципе, это не политика, а это национальный, общенациональный вопрос. И, в общем и целом, ситуация, правда, очень нестандартная. Что ты думаешь по этому поводу? То, что противоречия между властью и церковью назревали на протяжении, стоит заметить, на протяжении не только последних месяцев, но и последних годов. И это было ожидаемо, что в какой-то момент это будет выплеснуто наружу, в какой-то момент это выйдет на поверхность общественных дискуссий и станет, получит какую-то форму протестного движения. В данный момент мы имеем дело с ситуацией, когда это движение прошло определенную эволюцию. Сначала выступили против власти политические партии, после того, как они ослабли, после того, как некоторые из них оказались довольно в руинном состоянии, после этого, где-то год назад или полтора назад, была предпринята попытка таким же образом с разных сторон организовать шествие по принципу или по подобию тому, что в свое время сделал Никол Пашинян. В 2018 году? Да, в 2018 году. И это сделалось, опять-таки, политическими партиями, но вкупе уже было видно, было уже все это, можно было наблюдать при взаимодействии с церковью. Но церковь была в тени. Церковь была в тени, но отдельные, отдельно высокопоставленные представители церкви, они участвовали. Мы помним, что тот же преподобный Баграт, он участвовал на этих митингах и даже выступал тогда. Сегодня он видит движение. Сегодня, уже после того, как эта попытка не удалась, сегодня предпринимается третья попытка. Слава богу, есть и почва, так скажем, да, есть и причина для этого. Весомная причина, территориальные уступки. Да, территориальные уступки, национальный вопрос, армяно-азербайджанская делимитация. Все в этом плане существует, то есть и уступки, и враг существует, и власть, которая, с точки зрения, оппозиции церкви, можно сказать, отождествляется с этим врагом и так далее. То есть и эмоциональные все моменты существуют. Поэтому сейчас мы видим третью попытку фактически. В целом оппозиции, третью попытку... То есть они консолидировано выступают? Мы должны зафиксировать этот факт? Я думаю, что оппозиция в этом плане поддерживает данное движение. Если два года назад это движение в тени поддерживала церковь, сейчас уже это движение в тени поддерживает оппозиция. Аршалов, то, что сегодня церковь вышла на первый план, и как бы мы ни подходили к вопросу, она все-таки уже занимается политикой. Свидетельствует ли это о том, что политическое поле, политическая арена несостоятельна, что все политические партии, в принципе, потеряли доверие и рейтинг, и сегодня как бы это уже последняя карта, которую можно разыграть? Это, да, конечно, это свидетельство о том, что политическое поле в целом находится в таком деградированном состоянии, в таком руинном состоянии, особенно оппозиционная часть данного политического поля. Ведь интересная вся пикантность ситуации в том, что власть Никола Пашиняйна держится не на том, что власть достаточно сильна, у нее обширная общественная поддержка и так далее. Нет, безусловно, есть определенная общественная поддержка, но эта власть сейчас зыждется в основном на апатии, и власти, как и всегда, было в нашей истории до революции тоже, с определенными, конечно, нюансами, потому что все-таки эту власть избрали, и в этом плане в обществе нет такого чувства того, что их голос украли, и эта власть нелегитимна. В этом плане, то есть сейчас власть держится на апатии, и поэтому, если, конечно, когда и если какой-то оппозиция, оппозиционная сила, человеку, я не знаю, лидеру или представителю церкви, удастся вывести людей из спячки, вывести всех из спячки, разбудить этот протест, а ведь протест существует, он довольно обширный, этот протест против политической системы в целом. Поэтому мы видим на выборах, что люди не участвуют на этих выборах, на выборах Мерии и Еревана мы видели, сколько процентов людей приняло участие, это порядка было 30%, 70% избирателей не приняло участие. То есть это говорит в целом о делегитимации в глазах людей общей всей политической системы. И если, и когда какой-нибудь личности или церкви, или, я не знаю, преподобному удастся разбудить этот процесс, это будет весомый челлендж, это будет большой вызов для власти. Но в то же время, продолжая твою мысль о том, что политические силы поддерживают церковь в этом движении, мы видим, что среди них довольно знакомые, одиозные фигуры, насколько они могут способствовать большой мобилизации, скажем, недалее, как завтра на митинге. Все-таки мы знаем, что как только на площади появляются старые, добрые, так сказать, фигуры, это отталкивает людей. Это да, поэтому многие из них все-таки держатся в тени сейчас, не выступают. Мы не видим выступления второго президента Роберта Качаряна, мы не видим выступления третьего президента Саржа Сарксиана Констей. Конечно, есть определенные депутаты или представители их фракции, которые во всем этом участвуют, но даже эти депутаты выборочно там оказываются. Мы видим, конечно, есть определенные перекосы, но в целом там оказываются люди, которые родом из этих территорий, из этой местности, из Тавушской области. Люди, которые не так сильно до сих пор выступали и были не самыми распространенными, не самыми известными ньюзмейкерами среди депутатов. То есть, поэтому мы сейчас видим определенный ребрендинг в этом плане оппозиционного поведения, оппозиционной деятельности. Да, но здесь главное для оппозиции, я так думаю, и как это было, кстати, в 2018 году тоже, я скажу, в чем отличие тоже. Главное для оппозиции в этом плане держать арену, то есть трибуну стерильной. Как в 2018 году мы видели, что партия гражданский договор достаточно четко контролировала и фильтровала людей, которые выступали с этой трибуны. Были попытки, когда люди рвались в эту трибуну, их просто не впустили туда. То есть, именно эту тактику должна принять? Я думаю, если они хотят того, чтобы максимально пролонгировать ситуацию с тем, чтобы их не отождествовали прямо или ярко с предыдущими властями, а это сейчас предпринимается, это сейчас делается властью, предыдущими властями, с Россией и так далее и тому подобное, тогда они должны, они хотя бы попытаются делать так, чтобы с трибуны выступали люди, новые лица, так скажем, представители церкви, которые, с одной стороны, у них есть что сказать, с другой стороны, это новые лица, которые будут, наверное, восприниматься со знаком «плюс». Так как ты сказал о том, что есть фигуры, которые могут восприниматься со знаком «плюс», наверное, уместно поговорить отдельно о Баграте Голостоняне, ведь это харизматичный лидер, неправда? И у него много схожего с Николом Пашиняном. Да, преподобный Баграт, он достаточно харизматичная фигура, но проблема данного протеста и целом в движении в том, что она хромает в плане повестки. В плане того, что требуют они, до сих пор нет сформированного окончательного требования. Да, на эти вопросы они отвечают, что пока рано об этом говорить. Да, есть вопросы, которые витают в воздухе, а ставит ли данное движение вопрос отставки действующих властей, они говорят, придем, посмотрим, то есть дойдем до места и посмотрим. То есть, наверное, они тоже еще сомневаются, какая будет общественная поддержка, хватит ли данной общественной поддержки для того, чтобы поставить такой глобальный вопрос отставки власти. Или все-таки нужно сконцентрироваться на именно таких вопросах, которые касаются делимитации и демаркации границы. Ну и главный вопрос, кто может стать кандидатом? И главный вопрос, да, кто может стать кандидатом в премьер-министре, если, конечно, ставится вопрос смены власти. Будет ли это сам Баграт Галстанин? И здесь, наверное, оппозиция в этом плане поступает несколько грамотно. В чем грамотность именно заключается? Если они сегодня скажут, что они ставят вопрос, четко ставят вопрос отставки власти, действующих властей, и назовут какого-нибудь человека, который может быть их, так скажем, кандидатом на пост премьер-министра, будь это Баграт Галстанин, будь это какой-нибудь другой человек из гражданской сферы, так скажем, из политической отрасли, то этого человека сразу поставят под прицел. Это может снизить шансы мобилизации, возможно. Это может снизить шанс мобилизации. Этот человек сразу станет объектом критики, сразу пойдут какие-то компроматы, его будут кусать с разных сторон, в том числе и из оппозиции. Поэтому думается, что сейчас избрана тактика, будем решать проблемы, так скажем, по мере поступления. И здесь, по моему мнению, есть преимущество все-таки у правящей силы, потому что, насколько бы она ни была ужасной, деструктивной, но повестка, она более или менее ясна, она более или менее конкретна, есть конкретные договоренности с Азербайджаном, есть какая-то дорожная карта, как продвигаться вперед, в отличие от оппозиции, от которой мы не слышим ответов на вопросы, остановится ли этот процесс, будет ли мир или будет ли реванш, будет ли война? Оппозиция сейчас достаточно умело уклоняется от ответа на вопросы, касающиеся вот именно тем, которые вы затронули. А кто будет их кандидатом? Ставят ли они вопрос, так скажем, отставки власти? С другой стороны, какая у них повестка в этом плане, то есть провести эту делимитацию или не провести? А если провести, то как разговаривать с Азербайджаном, которая до сих пор и численный перевес, и военный баланс в плане перевеса, то есть в сторону Азербайджана? То есть каким образом делать так, чтобы делимитация не прошла на условиях Азербайджана? Есть ли внешние факторы, которые могут помочь Армении или помешать Армении? На эти вопросы у представителей оппозиции нет ответа. Если власти говорят о том, что давайте мы будем уступать определенные территории, так скажем, и будем проводить делимитации с надеждой на то, что Азербайджан будет соблюдать все эти договоренности, оппозиция говорит, нет, мы не будем проводить вот таким образом делимитацию, а что будет дальше? А дальше мы будем бороться. Как? Каким образом? Хватит ли ресурсов и так далее? И здесь тартика явно хромает. Здесь хромает именно их повестка, но есть надежда со стороны оппозиции, я так понимаю, есть надежда, что люди не будут зациклены на том, чтобы получить ответы на этот вопрос. На том, чтобы именно сегодня Никол Пашинян ушел. Да, а люди будут заострять внимание на отставки Николы Пашиняя, на том, чтобы он, лишь бы он ушел, и на том, чтобы, и здесь и церковь, и оппозиция играет на чувстве унижения, которое существует среди армянского общества, у многих представителей. И это чувство все-таки существует. Мы сейчас по социальным сетям можем наблюдать, что люди, которые до сих пор не выступали ни за власть, ни за оппозицию, они, некоторые хотя бы из них, я выйдю, они поддерживают, и когда им задаешься эти вопросы, которые мы сейчас поднимаем здесь, а какова повестка, каким образом и так далее, их это не волнует. Они говорят, лишь бы ушла данная власть, а дальше посмотрим. И так как идет демонизация власти со стороны оппозиции, как ты отметил, думаю, будет уместно рассказать о том, какая разворачивается информационная война и со стороны правящей силы, попытки демонизации Баграта, фейковые новости, теории заговора, которые вчера озвучивал в ходе пресс-конференции Никол Пашинян. То есть это свидетельствует все-таки о некотором дискомфорте. Власти, с одной стороны, конечно, говорят о том, что данное движение ничего не значит, не только власти, но и эксперты, которые крутят вокруг власти в этом плане. То есть имеют аффилиацию с властью. Но есть беспокойство, потому что круглый день они об этом говорят. То есть они говорят о том, что все-таки данное движение ничего из себя не стоит. Но когда это движение ничего из себя не стоит, ты один раз отреагировал, и все, на этом закончил. А когда ты целый день на это реагируешь, то это становится уже доказательством того, что все-таки есть определенное беспокойство. И, конечно же, сейчас мы видим несколько, некоторые изменения тактики в пропаганде, которая делается из стана власти. Это то, что сейчас, конечно, предпринимается попытка провести параллели или какие-то связи между церковью и представителями предыдущих властей, чтобы отождествлять их с предыдущими властями. Но все-таки этот фактор уже не является столь эмоциональным, столь важным для, наверное, сейчас для армянской аудитории. А в силу того, что в Армении достаточно резко ухудшилось отношение к России, в силу известных событий последних, сейчас пытаются делать, предпринимается попытка связать весь этот протест с Россией. Потому что здесь в власти плохие отношения с Россией, выйдем, и поэтому в России хотят раскачать ситуацию в Армении. Да, раскачать ситуацию, дестабилизировать и достичь там смены власти. Ну и резюмируя нашу беседу, скажу, что завтра намечается митинг оппозиции церкви, и, наверное, более или менее ситуация будет ясна не именно завтра, а во все последующие дни. Завтра в Иване ожидается большой митинг, и, наверное, есть ожидание, что этот митинг станет спусковым крючком для того, чтобы раскачать ситуацию по всей стране. Спасибо, Ашалуся. А мы, как всегда, будем следить за развитием событий. Спасибо с тобой. Напомню, это были итоги недели на канале Севилнет.